МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Настроение улицы в столице. Снова собираются противники разгона блокады. Прямое включение в подробностях. Редут раздора, как полиция и участники блокады описывают происходящее на востоке страны. Мовой по языку. Депутаты хотят перевести отечественное ТВ на украинский. Почему законопроект уже стал скандальным? Турецкая и европейская весна. Анкара продолжает бить горшки со столицами ЕС. Отголоски торговой блокады в столице. После вчерашних событий на востоке и митинга, проведенного в центре столицы, противники разгона призвали своих единомышленников выйти на Майдан и сегодня, чтобы решить, что делать дальше. С нами на связи Александр Васильченко. Саша, здравствуй. Расскажи, какая ситуация сейчас? Собрались ли люди, чего они требуют? Тебе слово. Здравствуй, Екатерина. Мы сейчас находимся возле администрации президента. И здесь, со стороны Банковой и Лютеранской, перекрыты входы нацгвардейцами. Туда никого не пускают. Рядом стоят несколько автобусов, где, очевидно, находятся еще дополнительные силы. Ранние сторонники блокады нам сказали, что к администрации президента также пригнали и БТР. Но эта информация так и не подтвердилась. Полицейские, которые сейчас здесь присутствуют, эту ситуацию пока никак не комментируют. Желающие поддержать блокады оккупированных территорий на востоке страны, ближе к 7 часам вечера начали собираться на Майдане на залежности. Некоторые в камуфляжной форме. Хочу отметить, что в Киеве это уже второй день протеста. Это реакция на вчерашние события в Кривом Торце. Там при участии полиции и СГУ произошел силовой разгон блокады. В Киеве задержали 43 человека с оружием. Некоторые блокадники получили травмы. Сегодня в Киеве во второй половине дня пошел дождь. Значительно похолодало. Но, как видим, это не помешало протестующим собраться в центре столицы. Сейчас уже их больше сотни. И требования свои они не изменили. Давайте послушаем прямую речь. Препините торговлю с окупованным Донбасом, с окупантами. Торгуют всем. Даже в обуховку туда завозят. В обуховку. Для того, чтобы они нас убивали. Сейчас перед протестующими выступает несколько нардепов. Среди них Егор Соболев. Напомню, именно Соболева на прошлой неделе вместе с блокадчиками из Конотопа в Сумской области прогнали жители. Местные заявили, люди в камуфляже с оружием пугают их детей. А самого Соболева обвинили в разжигании войны. Сейчас на самом Майдане за порядком следят несколько полицейских патрулей. Здесь усиленный режим охраны. Протест пока еще продолжается на главной площади страны. Но через какое-то время их участники, как и вчера, планируют идти к администрации президента. По словам самих протестующих, эта акция бессрочная. Они уверяют, длиться она будет до тех пор, пока власти не выполняют требования блокадников. Мы остаемся на месте, будем следить за развитием событий. Екатерина. Саш, спасибо тебе за информацию. Это был Александр Васильченко. Он в эти минуты находится в центре столицы. Тем временем, станция Кривой Торец под усиленной охраной силовиков. Ситуация там по-прежнему напряженная. Так был ли это силовой разгон, как утверждают протестующие? Где участники блокады сейчас? В каком состоянии? И что обо всем говорят правоохранители? Все узнаем у Руслана Смещука. Ему удалось побывать на редуте. Руслан, здравствуй. Расскажи, какая ситуация сейчас? Тебе слово. Добрый вечер, Катя. Действительно, сегодня нам удалось побывать на железнодорожной станции Кривой Торец, где вчера разогнали участников блокады. На данный момент ЖД-узел находится под очень тщательной, строгой охраной полицейских и нацгвардейцев. Там действует очень жесткий паспортный контроль. Под такой же охраной находятся и все дороги, и подъезды к ЖД-узлу. И на данный момент там уже восстановили железнодорожное движение. Составы и груженные, и пустые проезжают в обе стороны. Во время блокады ничего не было, никакого движения. Ага. А сегодня? Я говорю, сегодня вот третий поезд. Также нам удалось пообщаться с командиром разогнанного редута. Он сообщил, что все началось после появления на позициях сотрудников СБУ, которые проверили документы у участников блокады. А когда узнали, что на позиции есть зарегистрированное оружие, также проверили документы и на оружие. После чего потребовали от участников передать вооружение на хранение. После того, как участники блокады отказались это сделать, сотрудники СБУ покинули позицию, и вскоре начался штурм. После чего, через пять минут, к нам подлетели вот эти вот орлы, вот точно в такой форме, с точно такими шевронами полиция. В балаклавах, на двух зелах, с пальбой из автоматов, начали избивать людей. Были все избиты, все были одеты в наручники, развезены по разным райотделам в разные города. И сегодня же генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время задержания вооруженных людей на железнодорожной станции Кривой Торец никаких нарушений со стороны правоохранителей не было. За той информацией, которую я получил от правоохранных структур, порушений законности при затримании людей и вилучении в них зброи, которая получилась в супереч положениям при ее получении, потому что мисловскую зброю не можно носить по улицам, а тем больше в зоне АТО, где вообще любая зброя, которая военнослужащитов забронена. Ну и вчера министр МВД Арсен Аваков заявил, что во время проведения контрдиверсионной операции задержания участников блокады пострадавших не было. Однако сегодня сами участники вчерашних событий нам рассказывали совершенно иное. Они показали несколько переломов, а также медицинские справки о снятии побоев. И также в Торецкой городской больнице нам сегодня подтвердили, что как минимум один участник торговой блокады после штурма нуждался в медицинской помощи, и ему ее оказали. Бросали людей на пол, наручники, и затягивали вот так вот, чтобы руки выламывали. У нас у всех правые руки здесь вот. У меня есть побои сломаны, вывихнуты пальцы людей, голова, сотрясение мозга. Это у всех, кто там был. У всех есть какие-то увечья. Есть пробитые головы. После этого нас посадили в Торец, и мы стояли пять часов. Скорая привезла одного. Его там в санпропускнике обезболили, полиция назад его забрала. Кто он, что он, мы не знаем. Ну и еще одна интересная деталь. Все задержанные, с которыми нам удалось пообщаться, проходят по этому делу как свидетели. В доказательство своих слов они показали нам соответствующие повестки. Сегодня же на соседнем редуте торговой блокады в Бахмуте готовились к штурму. По поступившей информации, он якобы должен был состояться во второй половине дня, но вот не состоялся. И сегодня же в штабе блокады заявили, что по мере сил они попытаются возобновить блокирование железнодорожной ветки в Кривом Торце. Мы ожидаем приезда людей новых. Мы будем перекрывать эту ветку, потому что, мы говорили, по ней шло до 60 эшелонов в день. Ну и вот самая свежая информация. Буквально час назад под Славянском на блокпосту произошла стычка между сторонниками блокады и правоохранителями. Как пишут в ход, даже пошел слезоточивый газ и дубинки. То есть, как вы видите, ситуация остается достаточно напряженной. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий вокруг торговой блокады здесь, на Донбассе. Студия. Руслан, спасибо тебе за информацию. Это был Руслан Смещук. Он следит за ситуацией в Донецкой области. Но страсти накаляются не только на редутах. Политики уже начали угрожать друг другу расправой. Советник Авакова Илья Кива сегодня в эфире одного из телеканалов пригрозил пристрелить нардепа Семена Семенченко, одного из организаторов транспортной забастовки. В выражениях не стеснялся. Назвал Семенченко аферистом и падлой. Простите, это была цитата. Выбирал слова и выражения, комментируя ситуацию на Востоке, глава СБУ. Василий Грицак призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, говорить о захватах госучреждений и силовом разгоне мирных акций нет оснований. Нет ни задержанных, ни пострадавших. Семенченко, люди гуляли за оружием. Люди должны тоже разъяснивать. Никто еще не сбудувал демократию махновским способом. Понимаете? Когда батько махнет, тачанка, кулемет и полный вперед. Еще не махновщина, конечно, но протестная волна прокатилась уже и по отдельным регионам. Пикеты, митинги некоторые облсоветы даже созвали в неочередные сессии. Чего требовали активисты и народные избранники, расскажут мои коллеги. Шины под обладминистрации Ивана Франковска начали сжечь еще ночью. Собравшиеся активисты заявили, создают прикарпатский штаб освобождения участников торговой блокады. На утро народное вече и внеочередная сессия облсовета. Заседают депутаты просто на улице. Главное требование немедленно уволить министра внутренних дел, а также распустить Верховную Раду. Сколько еще нужно времени, чтобы понять, что с этой Верховной Радой изменений в государстве не будет. Поэтому необходимо провести достроковые парламентские выборы. Эта Верховная Рада неадекватно реагирует на ту ситуацию, которая в украинском сообществе. Накануне поздно вечером активисты в Луцке заняли облсоветную администрацию. Разошлись около двух ночи, когда узнали, что всех задержанных участников блокады отпустили. Сегодня, ближе к обеду, областные депутаты на внеочередной сессии поддержали торговую блокаду и призвали руководство страны закрыть уголовные производства против участников блокирования и наказать виновных в силовом разгоне. Наши были требования о освобождении Арсена Авакова, о освобождении Аброскина. Это люди, которые отвечают за этот разгон. Также освобождение начальника СБУ Украины и руководителя начальника СБУ, который ругает антитеррористическую операцию. А теперь они на обезбройных людей подняли руку. Я не побоюсь этого. Я не побоюсь этих правоохранителей, которые стоят здесь. Мы правильно делаем. Это верх цинизма. Такие лозунги звучали сегодня во время митинга в Запорожье. Свои требования собравшиеся изложили в петиции и передали губернатору. А после окончания акции призвали добровольцев уже сегодня вечером ехать на Донбасс, поддерживать блокаду. Забороните бизнес на крови украинских вояков. Зняти посадовцев, винных в разгоне и побитии участников торговой блокады. А вот из Харькова подкрепление к участникам торговой блокады уже отправилось. 10 машин с активистами выехали с площади свободы в зону АТО. Говорят, будут ставить редуты в новых местах среди требований принятия законов об оккупированных территориях. В первую очередь освобождение пленных. Второе требование это принятие закона по оккупированной территории. Правда, на одном из блокпостов на выезде из города участников акции остановили патрульные. После небольшой перепалки колонна двинулась дальше на Донбасс. Автоматы, нахуй, поубирайся, мать! Убрался автоматы, ты нахуй! Вечером на пикет собрались активисты в Черкассах. Пришли не с пустыми руками. Прямо на пороге в обл. администрации соорудили импровизированные собачьи будки. На них прибили портреты чиновников, как местных, так и столичных. Еще одну оставили без портрета. Ее судьба должна решиться завтра, на внеочередной сессии областного и городского советов по ситуации вокруг блокады Донбасса. Вымоги очень четкие и очень простые. Первое. Принимание закону противоочисловно окупованной территории, который защищает любое товарообменное. Мы требуем отставки министра внутренних справ. Мы требуем отставки руководства антиритаристического управления СБУ, которое брало безпосреднюю участь в разгоне. Приняли обращение к президенту, парламенту и правительству, областные депутаты и в Черновцах. Требуют расследовать разрешение на поставки продукции с оккупированных территорий и опять же отправить в отставку главу МВД, начальника полиции в Донецкой области и руководителя антитеррористического центра СБУ. Возмущены силовым разгоном участников блокады и во Львове, областные депутаты потребовали признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными и прекратить с ними любые торговые отношения. Сергей Бордюжа, Жанна Дучак, Ольга Паломарюк, Светлана Шикера. Подробности телеканал Интер. Блокадами у нас теперь принято решать любые проблемы. Сегодня на протест вышли водители в Черкасской области. Это едва не закончилось перекрытием трассы государственного значения. Что довело людей до автоблокады, выясняли наши корреспонденты. На этом отрезке трассы Киев-Черкас и Харьков можно устраивать ралли по пересеченной местности. Большегрузы продавили в асфальте колеи глубиной по 30-40 сантиметров. Константину приходится ездить здесь каждый день. Говорит, после таких поездок минимум раз в месяц ремонтирует авто. Трасса проходит через райцентр Драбов. Сегодня с утра тут ажиотаж. Местные активисты и грузоперевозчики собрались на акцию протеста. Готовятся перекрывать дорогу перегруженным фуром. Дмитрий на телефоне показывает, как выглядит перегруженный зерновоз. Он сам дальнобойщик. Говорит, заказчики часто предлагают загрузить больше нормы. Но он отказывается принципиально. После переговоров с полицией участники акции договорились движение по трассе не перекрывать. Но останавливать подозрительные фуры для осмотра. Без автомобильных весов тоннаж можно проверить по накладным. Водитель этого зерновоза несколько часов отказывался их предоставлять. И неудивительно, ведь ехал с серьезным перегрузом. У Сергея Ткаченко тоже перегруз. Пять тонн. Прямо на месте ему выписали квитанцию на оплату штрафа в сотню евро. Водитель публично кается. Дескать, осознает, что перегруженные машины добивают дороги. По контракту пять тонн лишних надо было взять. С выше сорока. Я сам еду, моя душа болит. Трасса мяка по разбиванию. В Укртрансинспекции признаются, для качественного контроля за большегрузами на трассах должны быть установлены весовые комплексы. Но их не хватает. Да, они есть, но пока что в недостатной количестве. Не хватает на всю область, на все дороги. Не хватает. Активисты пообещали останутся дежурить с инспекторами до тех пор, пока на этой трассе не установят весы. А если водители грузовиков будут уклоняться от проверок, готовы в любой момент перекрыть движение. Олег Решетняк, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. А вот в парламенте сегодня никаких блокад и ультиматумов не было. Зато события на редутах и в областях избранники охотно комментировали и раздавали оценки происходящему. Фракционные и политические. И едва не подрались, правда, совсем по другому поводу. На утреннем заседании парламента сегодня побывала и я. Первым делом в парламенте обсуждают вчерашний разгон радикалов на редутах. Самопомощь, которая не так давно всей фракции посещала блокпосты, сегодня в зале и у трибуны комментирует события. Вчера сталася экстраординарная ситуация. Власная держава выступила против власных людей. Что делать? Уряд должен полностью освобождать министра внутренних справ и руководителя антитеррористического центра. Почему? Потому что власть вчера привела к дестабилизации украинскую державу. А те нардепы, которые громче всех призывали к блокаде, с депутатского кресла сообщают новости о Донбассе. Программа сейчас сделать обратение от парламента к министра внутренних справ с требованием прекратить тактику скотчького поводения с людьми, которые защищали эту державу. Людей нужно отправить к адвокатам и к лекарям, потому что часть из них убитых. А не держать на блокпостах. Другие фракции не так драматичны в трактовке вчерашних событий и больше сосредоточены на политических мотивах тех же участников блокады. Почему там не было политиков и почему они подставляли ветеранов, которые верят в идеи? Если мы говорим, что оружие была зарегистрирована, то откуда взялись гранаты? Насколько я знаю, украинское законодательство, они не могут быть зарегистрированы. Я считаю, что действия полиции были выважены четкими и действовали соответственно к действиям законодательства в зоне антитурористической операции. Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то право быть над законом? Нет такого права. Говорили депутаты и об экономических последствиях блокады, но одну тему попытались перебить другой. Уважаемые блокадники, вернее, неуважаемые блокадники. Ру, разговариваешь украинскую, украинскую еще раз тебе говорю. Шановный паневилкул, у вас перфектная украинская мова, будь ласка, я очень прошу отойти всех, я прошу всех отойти от трибуны и дать возможность представникам оппозиционного блоку выступить. А подошли к трибуне фронтовики. Правда, о необходимости выступать на украинском те вспоминают уж очень избирательно. В этой пятнице была ситуация, когда представник от Народного фронта выступал с трибуны российской мовы. Так же, как представник радикальной партии выступал российской мовы и перешел на украинскую. Або один до всех закон, або, будь ласка, давайте шанувати один одного. В итоге нардепы от Апоблока дали слово. Мы требуем вынести в зал те законопроекты, которые нужны нашей стране. Те законопроекты, которые поддерживают людей. Это снижение коммунальных тарифов в два раза. Но вместо этого парламенту предложили вернуться к языковым законопроектам. Я внес законопроект, что все выступы на заседании Верховной Рады Украины могут ввести столько государственной мовы. А после темы блокады осталось жить только в кулуарах. И тогда, когда служба безопасности проводит рейды и выключает гранаты, незареестрованную оружие, и среди десятков патриотов находится еще много колишних, извините, зеков, то мы ждем того, что эти люди появляются в Полтаве, как они сейчас появляются в Чернигевской области, сегодня пикетируют Чернигевскую администрацию, в других областях. А потом прийдут в Верховную Раду и поставят гранату на трибуну Верховной Ради и скажут, кто не проголосует, будет расстрелян. С самого начала блокады позиция нашей фракции была, это не повернуть территории, а мы должны их повернуть, мы должны восстановить территориальную целостность Украины. Наверное, нужно повернуть из Доминских угод, в этом акценте, что нужно восстановить экономическую współпрость, для того, чтобы территории были повернуты. Потому что любая блокада, любые ограничения, это ограничение контактов, это отштовхывание территории. В повестке дня же вопросы международные. Из успешно проголосованных Рада ратифицировала налоговую конвенцию с Люксембургом, а дальше нардепы взялись за финансовые документы. По привычке голосовали по несколько раз. Есть, вы видите, угода с Люксембургом, которую проголосовали, и снова открыли еще один офшор, вместо того, чтобы открывать и повернуть деньги. Есть профондовый рынок, что для людей недоступен. Есть законопроекты про деривативы, что тоже для людей недоступен. Понимаете, у меня такое впечатление, что Верховная Рада отрывалась от простого народа. Но мы же знаем, что все появляется ближе к четвергу. Поэтому следите за руками депутатов в четверг. В четверг в парламенте планируют утвердить членов Центра избиркома. Правда, фамилии кандидатов нардепы до сих пор не знают. Хотят принять закон о запрете двойного гражданства. И к этому времени, кроме президентского законопроекта, появились еще две версии закона. Ну а что сегодня можно засчитать, так это, наконец, в парламенте распределили 40 нардепов по комитетам. Гляди, и написание законов пойдет и быстрее, и качественнее. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Не только двойное гражданство могут запретить. Замахнулись депутаты и на двуязычное вещание. Уже в ближайшее время могут ввести квоты на украинский язык на ТВ до 75%. Законопроект авторства депутатов от Народного фронта Николая Книжевского и Виктория Сюмар. По мнению нардепов, такие квоты помогут защитить украинский язык. Но вот другие считают, что документ может нарушить права тех украинцев, которые говорят на других языках. В законодательных инициативах разбирались наши корреспонденты. 75% телеэфира на украинском. Такие квоты уже в ближайшее время могут принять депутаты. Они будут касаться практически всей телевизионной продукции, новостных программ, фильмов, сериалов и шоу. Если программа не украинская, ее должны будут дублировать. Остальные 25% могут быть на русском или любом другом языке. Соавтор законопроекта Виктория Сюмар уверена, так Украина сможет эффективнее бороться с государством-агрессором. Квоты будут действовать каждый день с 7 утра до 10 вечера. Для местных телеканалов проценты меньше, 50 на 50. Поблажку сделали для музыкальных каналов. Там на украинском должны будут выходить 20% клипов. Правда, вот что делать, если нужного количества не найдут и не придется ли дублировать на украинский, к примеру, клипы группы Pink Floyd или других, пока неизвестно. В течение года также в счет украинских квот можно будет демонстрировать русскоязычные сериалы, если они изготовлены в Украине. А вот российский или любого другого производства придется дублировать. Это уверенный автор законопроекта будет стимулировать производство отечественной телепродукции. Но вот медиаэксперты, хоть и не сомневаются в необходимости закона, однако не уверены, что отечественных сериалов и фильмов без господдержки в эфире станет больше. Удастся как-то эту сферу стимулировать производство. Однако многие эксперты уже успели заявить, закон может нарушить права украинцев, которые в быту говорят на русском или другом языках. К примеру, по последним данным Центра Разумкова, таких людей куда больше 25%. Если брать Украину в целом, то в районе 57% говорят преимущественно на украинском и около 40% преимущественно на русском. Именно разговаривают. Да, родной язык больше считают украинским, чем говорят на нем дома. В том, что квоты нужно пересмотреть, уверены и в оппозиции. На жаль, влада замість инициирования проектов, которые еднают краину, вкидает в суспільство темы, которые начинают расхитывать ситуацию в середине. Сегодня ухваливать подобный закон не на часе. Сегодня мы должны использовать все инструменты, чтобы донести позицию украинской державы каждому гражданину Украины, независимо, на какой мове он говорит. Особенно для тех людей, которые сегодня живут в Крыму, живут на неконтрольованной территории, живут в зоне АТО, где переважно общаются российской мовой. В парламентском комитете по защите свободы слова и информационной политики не исключает. Законопроект еще могут пересмотреть. Однако в какую сторону, неизвестно. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Радикальная партия Олега Ляшко оказывает политическое давление на наблюдательный совет общественного телевидения. Об этом говорится в соответствующем заявлении членов НАПСовета. В нем сообщается, что парламентская фракция обратилась к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с требованием заменить своего представителя в составе Совета. Хотя украинским законодательством это запрещено. Но лидер партии Олег Ляшко, невзирая на законы, настаивает на своем, в том числе и на странице в Фейсбуке. Неможливо припустить будь-який тиск на членов Наглядової Ради. Почему это происходит? В том, что общественное телерадеомовление – это абсолютно новое явление для Украины. И то, что есть такими прописными истинами и абеткой для политики в любой стране о непрепустимости тиска, непрепустимости втручания в редакционную политику, в деятельность общественного умовника, может быть, и украинские политики не засвоили. А тем временем стало известно, что Совет Европы готовит заявление со своим видением ситуации. Дело в том, что Европа, как один из доноров создания общественного телевидения, не может просто закрыть глаза на откровенное давление на членов НАПСовета. А поскольку Олег Ляшко вошел в состав делегации Верховной Рады в ПАСЭ, это может нанести серьезный удар по репутации Украины в парламентской ассамблее. Турецкие суда не будут посещать оккупированный Крым. Этот четкий сигнал сегодня прозвучал в Анкаре. Там с официальным визитом находится премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По итогам двусторонней встречи глава турецкого правительства также заверил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и осуждает аннексию Крыма. В ходе встречи главы правительств Украины и Турции договорились о подписании приоритетных документов в этом году. Это соглашение о зоне свободной торговли, защите совместных инвестиций, а также об урегулировании налогообложения. Ну а пока эти вопросы в перспективе, сторонам уже удалось договориться об упрощенной системе пересечения границ. Украина и Турция подписали соглашение о поездках по так называемым ID-картам. Теперь, не имея загранпаспорта, украинцам можно путешествовать в Турцию по внутренним паспортам в виде чипованных карт, а туркам в Украину на срок до трех месяцев без виз. Но пока мы выстраиваем отношения с Турцией, сама она изо всех сил разрушает отношения с Европой. Сегодня заморозила дипломатические отношения с Нидерландами, с которыми Киев налаживает хрупкий мир. Напомню, именно от этой страны зависит судьба ратификации соглашения Украина-ЕС, и вопрос этот решится уже скоро, после завтрашних выборов в этой стране. Сегодня же Турция обвинила давнего и, пожалуй, самого надежного партнера Украины в ЕС, Германию, в поддержке терроризма. Как реагирует Европа на риторику Анкары? Подробности в материале Татьяны Лагуновой. Курс на эскалацию. Европа уже не прозрачно намекает, а прямо и резко говорит агитационное выступление турецких политиков. В поддержку конституционного референдума, который расширит полномочия президента Эрдогана, нежелательны. Анкара же продолжает гнуть свою линию и планирует митинги в Германии. По данным немецких СМИ, власти Турции демонстративно направили в Берлин запрос. С просьбой разрешить как минимум 15 подобных акций. Выступать политики хотят в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, Кёльне и Дюссельдорфе. Это города, где проживает турецкая диаспора. Анкара планирует направить туда целый агитационный десант. Из министров, депутатов и высокопоставленных партийных функционеров. На согласие официального Берлина турецкие власти, впрочем, особо не рассчитывают. Почему, объяснил лично президент Эрдоган. Заодно обвинив Ангелу Меркель в поддержке терроризма. Европейские страны не могут смириться с ростом Турции. Прежде всего, Германия. Германия поддерживает терроризм. Досталось и Нидерландам. С этой страной Турция решила заморозить дипломатические отношения. Пока голландцы не извинятся за то, что отказали в агитации турецким министрам. Мы решили запретить послу Нидерландов, которые сейчас в отъезде, возвращаться в страну. Мы отменяем разрешение на полеты для самолетов, которые перевозят чиновников из Нидерландов. Это ограничение не коснется обычных граждан. Речь идет о дипломатах и чиновниках, которые хотят прибыть в Турцию или использовать наше воздушное пространство в рамках официальных визитов. И это еще не все. Анкара проанонсировала против Нидерландов. Готовят новые санкции. Пока они на стадии обсуждения. Турция обвиняет и угрожает. Европа реагирует. Власти Нидерландов уже заявили язык шантажа неприемлем. А в Германии вообще решили красноречиво промолчать. Ангела Меркель, которая сегодня выступала в Берлине, о Турции не сказала ни слова. Не хочет участвовать в гонке провокаций, объяснил ее пресс-секретарь. Чем закончится этот конфликт, пока сказать сложно. Да, Европа зависит от Турции в первую очередь из-за миграционной сделки, которая позволила сократить поток беженцев в ЕС. Но Турции от Европы еще больше. Это импорт-экспорт товаров, инвестиции и туризм. Так что не исключено, что после апрельского референдума напряжение пойдет на спад. И обе стороны сделают вид, что ничего не произошло. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа пока не состоялась. Между политиками встала стена непогоды. Визит принесли из-за внезапного снежного шторма, который накрыл Америку. Но волнует Трампа и другое похолодание между ним и конгрессменами, которые теперь угрожают остановкой работы правительства. Так что буря там и реальная, и политическая. Подробнее Дмитрий Анопченко. Сказать, что зима вернулась неожиданно, значит совсем ничего не сказать. Еще несколько дней назад здесь было плюс 21, плюс 23. Уже деревья распустились, цветы расцвели. И снег, который неожиданно всего за одну ночь, выпал сразу в нескольких штатах. Выглядит как жестокая насмешка над всеми теми, кто так хотел весны. Коммунальные службы в авральном режиме работали всю ночь. И похоже, это не последние сутки без сна. 31 миллион человек получили предупреждение о том, что могут стать жертвами снежной бури. Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке, Мэриленде, Вирджинии, Нью-Джерси, Пенсильвении. В большинстве городов этих штатов закрыли школы. С ума сойти! Посреди весны вдруг снегом завалило. Работы столько сейчас. Пытаемся электросети восстанавливать. Порвано все. В Висконсине стихия забрала жизни двух человек. В Коннектикуте с пяти утра сегодняшнего дня ввели так называемый travel ban. Полный запрет пользоваться автотранспортом. От рассвета и до заката. Аэропорты парализованы. Отменены свыше 7 тысяч авиарейсов. Мы из новостей узнали, что снегопады надвигаются. Так что ждали чего-то подобного. Мои заевы к холодам вроде привычны, но вот застряли тут на удивление. Что ж, не все так страшно, как могло бы быть. Вашингтон так расположен, что иногда его засыпают в марте. В Вашингтоне работу госучреждений решили пока не останавливать. Но все министерства и Белый дом открылись на три часа позже. А госчиновникам официально разрешили уходить домой, не спрашивая начальства. Или вообще работать дистанционно. На местах остались лишь те, кто готовит визит немецкого канцлера Ангела Меркель. А его, напомню, из-за погоды перенесли на пятницу. Да те, кто отвечает за отношения с Конгрессом. А в Капитолии намечается не просто политическое похолодание, а целый шторм. Демократы в Конгрессе прислали официальное уведомление. Отказываются финансировать стену Трампа. А если Белый дом будет инициативу продавливать, так и вовсе остановят финансирование правительства. Добьются шатдауна. Дело в том, что по закону, если новый бюджет страны не принят, она не живет по старой смете, как, к примеру, в Украине. А прекращается финансирование госструктур, пока конгрессмены не проголосуют. А у республиканцев, чтобы утвердить документ, своих голосов не хватает. Им нужно убедить хотя бы 8 демократов. Когда закончится снежный шторм, предсказать несложно. Все пройдет уже к пятнице, как раз к визиту фрау Меркель. А вот когда пройдет политическое обледенение, вопрос большой и вопрос открытый. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. О прекращении торговли с захваченными предприятиями на оккупированных территориях заявил Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жанном Асельборном. Говорил президент и об обострении ситуации в зоне АТО, а также о том, что именно при содействии России боевики захватили предприятия, которые остались на оккупированных территориях. После захопления этих предприятий мы не можем иметь никаких торговельных отношений с этими конфискованными предприятиями, мы не будем позволять никакой деятельности этих предприятий. И уже сейчас мы просим поддержки этих решений, в том числе и шляхом посиления санкций Европейского Союза против Российской Федерации, которая позволила это брутальное порушение международного права. Наша спильная позиция полагает в том, чтобы повернуть территории, которые сейчас находятся под оккупацией, под украинский суверенитет. В результате обстрелов снова обесточена Авдеевка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Повреждена линия электропередач. Так называемая Авдеевская промзона ежедневно находится под вражескими обстрелами. Боевики задействуют весь имеющийся арсенал от тяжелой артиллерии до снайперских винтовок. Ирина Баглай продолжит. Только в Авдеевку подали электричество, как уже вечером боевики открыли массированный артиллерийский огонь. С 120-ми минометами крылья 82-й падало довольно плотно. Этот рубеж украинские пехотинцы взяли во время февральской провальной попытки наемников штурмовать промзону. Намагаю с диверсийными группами захопить эту позицию, которую мы у них забрали. Также працюю по этой позиции танк, артиллерия, минометы, 152-мм гаубицы. А у вас у нас ее нормально будет? Боевые. Куда мы денемся? Донецк, 3,5 километра близ нас. Молодой командир – один из тех, кто оттеснил врага. Теперь дорога сюда каждый раз для солдат как спецоперация. Но действует слаженно, под прикрытием своих товарищей с обеих флангов. Ведь позиция дает возможность контролировать боевиков практически с тыла. Если взять по тактичному уровню, позиция находится так, что вся промзона находится у нас за спиной. То есть мы можем открывать огонь противнику в тылу. Устоявшим под арт-обстрелом боевиков, днем главное не попасться на уловку вражеского снайпера. Профессиональные стрелки выманивают наших солдат на живца из числа боевиков. Наших уже окрестили щелкунчиками. Одинокий хлопец, которым наказан автомат простой, он ходит, провокирует по окопам, по их, по укриттям. И делает одиночные пострелы. И промежуток между ними 2-3 секунды делает еще один. Грая на психику. Активность врага под Авдеевкой украинские солдаты называют весенним обострением. А наемники ежедневно ровняют промзону, разбирая ее на щепки. Они на пару часов на перезарядку убираются танчики, а потом пехота начинает, час-два, они снова езжают. По работе их арты, что у них кадровые бывшие русские, ну не может так вот эти вот донецкие алкоголики, наркоманы, они так не могут валить. Там профессиональные командиры. И действительно красноречивее любых слов сама промзона. Бывшее предприятие теперь как адский музей российской военной агрессии на Донбассе. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занинской области, подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Иммунитет против наручников. Что помогло экс-генконсулу Грузии выйти из зала суда? Освежить память, кто и зачем проверит Яценюка на детекторе лжи? Старт заочного процесса. Луценко рассказал подробности переданного в суд дела Януковича. Проверить всех членов возможной новой коалиции на детекторе лжи предлагает нардеп Сергей Каплин. Такое предложение он озвучил на своей странице в Фейсбуке. Тогда, по мнению Каплина, мы и узнаем, ведутся ли переговоры между ППП, Народным фронтом и фракцией Ляшко об объединении. Пройти тест на детекторе лжи Каплин предлагает и экс-премьеру и ссылается в своем посте на материал, размещенный на одном из интернет-сайтов. Уверяет, там приведены четыре неправдивых утверждения Арсения Яценюка в эфире одного из телеканалов. В частности, бывший глава Кабмина заявлял, что в феврале 2014, когда он возглавил правительство, на казначейском счету государства было чуть более 100 тысяч гривен. Тогда, как утверждает издание, входная сальда единого казначейского счета составляла почти 4 миллиарда гривен. Неправдой назвал интернет-сайт и слова экс-премьера о пустых газовых складах в то время. Поскольку, по данным Нафтогаза, объемы природного газа в подземных хранилищах Украины осенью 2013-го составляли 15 миллиардов кубометров. А спустя полгода сократились в два раза, но не растворились, как уверял Яценюк. Яценюк никогда ничего случайно не путает. Снова же, он как квинтэссенция, как символ новой украинской политики. В основу своей деятельности, профессионально и политически, положил такое понятие, как ложь. Обман на обманом. Ему более всего подходит пословица, если его характеризовать народная, известная, популярная пословица, брехня брехнею погоня. Я призываю сегодня лидеров новой коалиции пройти тест на полиграфе, на детекторе лжи, а не выступать и пениться на трибуне Верховного Совета, опровергая те или иные документы или версии о создании новой коалиции. Янукович все же просил Путина прийти. Генеральный прокурор уверяет, беглый президент подписал документ, в котором просил ввести российские войска в Украину. Теперь экс-президента ждет суд. ГПУ сегодня передала дело служителям Фемиды. Януковича обвиняют в госизмене. Из-за того, что он скрывается за границей, заседание будет заочным. Никаких препятствий для старта судебного процесса нет, заявил генпрокурор Луценко. Генпрокурор Луценко. Но я хочу разочаровать самого Януковича и его защиту тем, что это не означает прекращение его до ответственности за заочную процедуру. Защита Януковича, в свою очередь, настаивает на том, что ГПУ нарушает законодательство. А сам Янукович уже успел сегодня заявить, что готов дать показания. Но при одном условии. Если следователи ГПУ сами приедут к нему в Россию. Луценко ответил на это так. В разе, если защиту и сам Янукович хотят перейти от заочного судового следствия до очного судового следствия, он должен сделать одну простую вещь. Прибыть на территорию Украины. Не клеится пока у ГПУ дело против Теймураза Нишня-Нидзе. Судьи не смогли отправить экс-генконсула Грузии в СИЗО. Что помешало и какими провокациями сопровождалось получасовое заседание. Расскажет Александр Васильченко. Перед заседанием люди, пришедшие поддержать Теймураза Нишня-Нидзе, вешают на решетку грузинский флаг и плакаты. Спустя некоторое время в суде появляется и сам подозреваемый. С ним много соратников. В какой-то момент подготовка к заседанию превращается во встречу старых друзей. Ого-го-го! Привет, вы, вернуй! Откуда вы? Заседание начинается без задержек. Сегодня Нишня-Нидзе должны обрать меру пресечения. Адвокаты представляют документы о дипломатическом иммунитете и утверждают, подозреваемый является к тому же гражданином другой страны. Брать под стражу его нельзя. Тогда судья обращается к самому экс-генконсулу Грузии. Следующим судею ставится вопрос к подозреваемому. Скажите, пожалуйста, не даете вы сгоду, что до действия криминального переследования, кровати, подносим вас за нормами криминального процессуального кодекса Украины. Перед тем, как дать ответ, подозреваемый просит время, чтобы посоветоваться с адвокатом. Я абсолютно хочу заявить, что не имею никаких намерений пользоваться своим иммунитетом. Наоборот, я имею намерение доказать свою правоту, но учитывая то, что генеральная правота труда не находится в процессуальном поле. Я мне основной заявляю, что есть политический мотив. Я обязан заявить, что я не даю такую золоту и пользуюсь своими правами и иммунитетами. Также для защиты Нижней Анидзе на заседание пришел и представитель консульства Грузии. Мол, разрешение на суд своего подданного не давали. Но судья уверяет, устного обращения недостаточно. Следующий судья считает, что необходимо также обратиться к посольству Грузии в городе Киеве, а также к генеральному консульству в городе Одессе с приводу установления точной даты прекращения полноважений Нижней Анидзе как генерального консульства Грузии в городе Одессе, поскольку это вопрос до сих пор так и не решено. Затем судья закрывает заседание. Из зала судана удаляется под возмущенный возглас. Затем гнев обращается против прокурора. В свою очередь адвокаты говорят, суд обязан был закрыть криминальное преследование их подопечного по уже имеющимся документам. Самостоятельно обращаться в посольство Грузии, чтобы получить сведения о сроках назначения Нижней Анидзе генконсулом, суд не имеет права. Эта функция наделена только Министерством закордонных справ Украины, которое обратится к Министерству закордонных справ Грузии. И только такими дипломатичными каналами это возможно. Суд не может напрямую обратиться к иноземной державе. Следующее заседание Печерским райсудом назначено на вторник, 21 марта. Тогда же суд обязуется предоставить сведения, полученные из грузинского посольства. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Кандидат в подсудимые. Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против Франсуа Фиона. Кандидату в президенты вменяют присвоение госсредств. Его подозревают в выплате фиктивных зарплат супруге и детям, в бытность депутатам французского парламента. Сам кандидат все обвинения отрицает. И несмотря на громкий скандал, выходить из парламентской гонки не намерен. По последним опросам Фиона поддерживает 20% избирателей. Ранее он выступал за отмену санкций против России, за более тесное сотрудничество с Москвой и министр финансов и экономики Франции Мишель Сапен. Сегодня в Париже на встрече с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным призвал не закрывать глаза на существующие экономические и политические трудности, а готовиться к возврату нормального уровня отношений. С вещами на выход. Больше ничего не мешает Лондону запустить Брэкзит. Народ сказал свое слово, парламент одобрил. Теперь дело за правительством. Премьер обещает дать старт процессу выхода из ЕС до конца месяца. Что дальше? Узнаем у Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Если у кого-то еще были сомнения по поводу неотвратимости Брэкзита, то сейчас они испарились окончательно. Парламент не посмел пойти против воли народа и разрешил правительству запустить процесс выхода страны из Евросоюза. Следующий шаг уведомления Брюсселя о старте Брэкзита. Премьер обещает, что это произойдет уже в ближайшие недели. Тогда и начнутся бракоразводные переговоры длиной в два года. Британии и ЕС предстоит пересмотреть сотни договоров, разорвать старые, заключить новые. И на протяжении всего этого времени Соединенное Королевство будет оставаться полноценным членом ЕС с правами и обязанностями. Правда, уже сейчас видно, что Лондон становится изгоем в европейском клубе. Прошлый саммит премьер Тереза Мэй покинула досрочно. На следующий вообще не собирается. Без сомнений, следующие годы будут непростыми для страны, в том числе и через внутренние неурядицы. Шотландия намерена отделиться от Великобритании, поскольку желает остаться частью ЕС. Премьер, мягко говоря, не в восторге от этой идеи. Я считаю, что сейчас не время играть в политику, создавая хаос и разделение. Это переломный момент для объединения нашей страны, для того, чтобы чтить волю британского народа и создать для него лучшее, светлое будущее и лучшую Британию. Скорее всего, отказать Шотландии в референдуме о независимости премьер не рискнет. Но перенести его сможет, предложив провести голосование после официального разрыва с Брюсселем. Конечно же, правительство надеется установить выгодные условия сотрудничества с ЕС после выхода. Дескать, тогда у шотландцев не будет смысла отделяться. Но вслед за Эдинбургом уже бунтует и Белфаст. Националисты партии Шинфейн призывают провести референдум в Северной Ирландии об отделении от Британии и воссоединении с Ирландией. Так что правительству придется вести переговоры одновременно и с европейскими бюрократами, и с местными националистами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Израиле в результате пожара на фабрике пиротехники погибли два человека. Еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в селении Пород в центре страны. Из-за возгорания сдатонировали тысячи фейерверков. Крышу здания полностью сорвало. Пострадали соседние строения. Местные власти эвакуировали жителей близлежащих домов. Причину пожара устанавливают. Больше новостей на нашем сайте, подробности UA. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok